Привет-привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале OK English, с вами Елена Викторовна. Мы проходим английский словарь среднего уровня, проходим его вместе со словами-синонимами, то есть словами, которые очень близки по значению. Это помогает, во-первых, лучше запомнить основное значение главного глагола, который мы проходим. Во-вторых, даже если вы забудете, например, один из синонимов, у вас произойдет внутри вот эта связь, перелинковка, и вы сможете сопоставить слово-синоним с основным значением go, и таким образом легче вспомнить значение, которое передает данное слово. Поэтому такая группировка, объединение на себя очень хорошо показала, и я вижу, что этот плейлист вам интересен, друзья, мы поэтому продолжаем. Сегодня урок номер 47, мы проходим глагол go. Этот глагол настолько известен, что говорить о нем практически нечего, но все-таки мы с вами поговорим и разберем похожие по значению слова, которые также передают значение движения, идти, двигаться, направляться. Итак, go – это глагол. Вот я вам написала несколько из тех вариантов, которые используются для перевода в русском языке. Идти, ехать, перемещаться, двигаться, направляться. Все это go, друзья мои. И синонимы leave, depart, set off, disappear, а также есть антоним слова come – приходить. Думаю, тут все должно быть понятно. Если какие-то слова для вас новые, то, надеюсь, после этого урока они станут для вас более понятными. So, go means to move from one place to another. Go обозначает двигаться из одного места в другое, то есть перемещаться, направление движения откуда-то туда-то. Очень часто в этом случае, кстати, после go, когда мы указываем место, куда мы направляемся, используется предлог to. The plane goes to Frankfurt, then to Rome. The plane goes to Frankfurt. Самолет летит во Франкфурт. Его направление движения именно туда. После ту указываем направление. She was going downstairs when she fell. Она шла вниз по лестнице, когда она упала. Go downstairs – идти вниз по лестнице. Go upstairs – идти вверх по лестнице. Запомните эти выражения. Очень часто они используются. Go также показывает здесь направление движения. Downstairs его конкретизирует. Очень часто, кстати, вместе с go будут идти какие-то дополнительные предлоги, либо наречия, которые каким-то образом его конкретизируют. Такие связочки в английском языке называются фразовые глаголы. Пример номер три. He has gone to work in Washington. Он уехал на работу в Вашингтон. He has gone. То есть он туда отправился, уехал. То есть теперь он там работает, сейчас он здесь не работает. Направление движения, куда он отправился на работу. In Washington, в Вашингтоне. Здесь уже показываем локацию, да, через предлог in. Так, с go все должно быть понятно. Теперь глагол leave. Вообще сам по себе глагол очень простой, но не знаю почему. Вот с его формой left, вторая и третья форма, все время возникают у начинающих трудности, потому что слово left, вот как здесь, she left home at 9 o'clock this morning. Слово left, как вторая форма leave, выглядит абсолютно так же, как слово left, лево. Именно поэтому люди видят left и почему-то сразу думают, что это лево, а не глагол уходить, покидать какое-то место. Запомните, друзья мои, если вы видите слово left в позиции глагола, то есть после автора действия, например, she, то помните о том, что это вторая форма глагола leave, что означает to go away from a place. То есть leave – это уходить из какого-то места, покидать какое-то место. И также второй момент, сложный, связанный с глаголом leave, он используется без предлога. В русском языке мы говорим «я ухожу из дома» или «я ухожу с работы», то есть используем предлог. В английском языке после leave сразу указываете место, которое вы покидаете. She left home. Когда они не смогли найти то, что они хотели, они покинули магазин или ушли с магазина. Если мы переводим left как «покинули», то здесь, так же, как и в русском, предлог не напрашивается. Но если leave мы переводим или left переводим как «ушел», то в русском языке все-таки предлог «из» добавляется, в английском языке запомните, пожалуйста, его нет. То есть вот такой вот простенький глагол leave, но две вот эти вот трудности с ним, я просто с ними постоянно сталкиваюсь, одни и те же ошибки вы делаете, друзья мои, перестаньте это делать, и все будет хорошо. Переходим к глаголу номер три. Depart. Depart переводится как «отправляться», формальное слово, когда вы отправляетесь, например, куда-то, скажем, из аэропорта. И смотрим на значение «depart» means to go away from a place. То есть «depart» подразумевает, что вы уходите, и после «depart» вы указываете, откуда же вы уходите, какое место вы покидаете. «Depart» не говорит, куда вы направляетесь. Для этого есть слово «arrive». «Depart» говорит, откуда вы отправляетесь. То есть в какой-то степени «depart» близко к глаголу «live», которое также подразумевает место, которое вы покидаете. «The coach departs from Victoria's coach station at 9 o'clock». Автобус приезжает с Victoria's coach station в 9 часов. То есть мы не знаем, куда он приезжает. В данном случае даже «depart» лучше переводить как «пребывать». Но значение вы должны понимать, что «depart» – это покидать место. «Go away from a place». То есть какое-то место будет указано, вот как здесь «depart from Victoria's coach station». И мы понимаем, что мы это место покинули. Там уже дальше по контексту будем смотреть, как переводить «depart» лучше. Самое главное – понимать смысл, друзья мои. Теперь, думаю, с этим проблем у вас не будет. Дальше. Фразовый глагол set off means to begin a trip. Он переводится как «отправиться в путь» или «начать какое-то путешествие», «поездку» и так далее. «We're setting off for Germany tomorrow». Завтра мы отправляемся в Германию. То есть у нас есть наше путешествие. Путешествие в Германию. Мы отправляемся, то есть мы начинаем наше путешествие. «We're setting off». Здесь используется, кстати, форма present continuous. Потому что это план, запланированное действие на будущее. «They all set off on a long walk after lunch». Они все отправились в долгую поездку, в долгую прогулку после обеда. «They set off». Они отправились «on a walk» на прогулку. «On a walk». Видим вот такое именно сочетание, предлог «on». «They set off». «On a walk». Они отправились на прогулку. Здесь мы видим два предлога подряд. Мы должны понимать, что «off» относится к «set», «set off». А «on» относится к «walk». «On a long walk». «After lunch» – «после обеда». Фраза в глагол «set off» запомните и используется довольно-таки часто. Последнее слово синоним на сегодня – это «disappear». Переводится как «исчезнуть». «Disappear» means to leave a place, often suddenly and without people noticing. «Disappear» обозначает, что вы покинули место, но сделали это неожиданно, так что никто не заметил. «Disappear» – исчезли. И дополнительное пояснение. «Without people noticing or knowing where you have gone». То есть, и никто не знает, куда же вы отправились. Давайте все описание прочитаем еще раз. «Disappear» means to leave a place, often suddenly and without people noticing or knowing where you have gone. Исчезнуть, покинуть место, сделать это неожиданно, без того, чтобы кто-то заметил или узнал, куда вы ушли. «Where have the kids disappeared to?» Куда пропали дети? «Where to?» Как «куда?» В каком направлении дети исчезли? То есть, они куда-то бегали-бегали, вдруг – бац – пропали. Очень часто такое бывает с детьми. «The kids disappeared». Дети исчезли. «How the guests have disappeared already?» Половина гостей уже исчезла. Видимо, пати была очень скучная. «And the guests decided that they should leave without being noticed. They decided that they wanted to disappear. Они исчезли». Ну что ж, друзья мои, последнее слово. Антоним – это «come». «Приходить». «Come» means to move to or toward the place. «Приходить» – это двигаться в направлении места и прийти к какому-то месту. «If you're ever in Dublin, come and visit us». Если вы когда-то будете в Дублине, приходите к нам в гости. Навестите нас. «Come and visit» – приходите в гости. «Come» – просто приходите. И еще разочек повторяем. «Go» – базовый термин. «Идти, ехать, перемещаться, двигаться». Оно не говорит о том, куда вы направляетесь. Показывает сам характер движения. А дальше у нас слова были больше связаны со значением «уходить». «Leave» – уходить из какого-то места. «Depart» – как покидать какую-то место, зону. «Отправляться» – более официальное слово. «Set off» – отправляться в путь. Здесь мы уже показываем точку, куда мы двигаемся. «Disappear» – исчезнуть из какого-то места. И антоним слова «come». «Go» – это двигаться с одного места в другой. «The plane goes to Frankfurt, then to Rome». Самолет летит во Франкфурт, затем в Рим. «She was going downstairs when she fell». Она шла вниз по лестнице, когда она упала. «He has gone to work in Washington». Он отправился на работу в Вашингтоне. «Leave» – это уйти из какого-то места, покинуть какое-то место. В английском используется без предлога вторая форма «left». Не путайте ее, пожалуйста, ни с какими другими словами. «She left home at nine o'clock this morning». Она покинула дом в девять часов этим утром. «When they couldn't find what they wanted, they left the shop». Когда они не смогли найти то, что они хотели, они покинули магазин. «Depart» – это форма «word» – это означает «to go away from a place». Отправляться из какого-то места или пребывать из какого-то места. Это слово «depart». Обязательно будет указано, откуда же кто-то прибыл. «The coach departs from Victoria's coach station at nine o'clock. «Coach» – кстати, это автобус межгородской. Автобус прибывает с Victoria's coach station в девять часов. «Set off» – means to begin a trip. Отправиться в путь, начать путь. «We're setting off for Germany tomorrow». Мы отправляемся в Германию завтра. После «set off» – если вы говорите, куда вы отправляетесь. Вот если место, да, страна – это предлог for. «They all set off on a long walk after lunch». Они все отправились на долгую прогулку после обеда. «Disappear» – means to leave a place, often suddenly, and without people noticing or knowing where you have gone. «Исчезнуть» – это покинуть место. Часто это сделано вдруг, неожиданно, без того, чтобы кто-то заметил или узнал, куда вы направляетесь. «Where have the kids disappeared to?» Куда же пропали дети? «Half the guests have disappeared already». Половина гостей уже пропала, исчезла. Антониум. Слово «come» – means to move to or towards a place. Двигаться по направлению к месту. «If you're ever in Dublin, come and visit us». Если вы когда-то будете в Дублине, приезжайте, навестите нас. На этом, друзья мои, наш урок заканчивается. Сегодня полезные, надеюсь, вы расширили для себя понимание некоторых из этих слов, которые, как видите, можно понять только в контексте. Если будете пользоваться словарем, вы не вполне откройте для себя значение данных слов. Занятие для вас провела Елена Викторовна, ведущая канала OK English. Вы смотрели плейлист «Intermediate vocabulary synonyms» – английский словарь синонимов среднего уровня, который я обязательно буду для вас продолжать. Если урок вам понравился, поддержите его. Оставьте лайк, комментарий. Спасибо вам за обратную связь. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye.